Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Исторический момент в Рязанском музее путешественников проштамповали линейку почтовых открыток и рассказали о филотуризме. Тотальный диктант. В эту субботу в Рязани пройдет ежегодная культурно-просветительская акция. Оплата онлайн. Цифровые волонтеры научат рязанцев оплачивать услуги ЖКХ, не выходя из дома. Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о рабочей поездке в Китай. В ходе командировки прошло немало встреч. Заключены некоторые договоренности. Второй день командировки делегация из Рязани работала в Гонконге. Основная задача – активизировать внешнеторговые связи. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, написал губернатор. С министром экономического развития и торговли Алджерноном Яу обсуждали взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном комплексе, строительной сфере, медицине, станка и приборостроении, потребительских товарах. Обговорили взаимодействия в сфере образования и культуры. Кроме того, делегация посетила инновационный парк и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков. Обсудили реализацию совместных проектов и возможность локализации производства на рязанских площадках индустриального парка и аэрокосмической долины. Кроме того, пригласили коллег из Китая на ежегодный деловой форум «Дни международного бизнеса» в Рязанской области, который пройдет в сентябре 2024 года, сообщил Павел Малков. В заключительный день поездки губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где проходила деловая миссия рязанских предпринимателей. На стенде Рязанской области представлены продукции региона, портативные зарядные станции и приборы технического контроля. «В поездке наладили новые связи, определили направление для дальнейшего сотрудничества с Китаем. Перспективы огромные. Необходимо организовать системную работу». Годовая инфляция в Рязанской области в марте 2024 года снизилась после февральских показателей. Для сравнения, 7,03% в феврале против 6,93% в марте. Причины в нашем следующем материале. Помимо того, что инфляция в регионе снизилась, так она еще и ниже общероссийского показателя. Годовой рост цен в регионе замедлился потому, что предложение продовольственных товаров стало больше. Помимо этого, эффект высокой базы прошлого года также сказался на динамике цен отдельных продуктов и услуг. Начнем с продовольственных товаров. «Продовольственные товары в области за год подорожали почти на 8%, если сравнивать март к марту. Это меньше, чем в феврале. Например, помидоры дорожали не так быстро, как в прошлом году, потому что увеличилось предложение, выросло их производство. Замедлился и рост цен на яйца, так как правительство страны принимало меры по обеспечению потребностей рынка». А вот на непродовольственные товары цены, наоборот, увеличились. Причина простая – высокий спрос. Правда, благодаря этому производители и поставщики, например, той же одежды перенесли в цены расходы на маркировку товаров и логистику, в связи с чем товары дорожали быстрее. Выросли издержки фармацевтической компании. Работникам повысили зарплату, плюс подорожали грузоперевозки. Потому подорожали те же медикаменты. «Спрос на отдых за рубежом год назад восстановился при сокращении доступных направлений. Кроме того, турецкие ательеры активно переносили возросшие издержки в стоимость проживания. В марте прошлого года зарубежные туры сильно подорожали. А в этом году повысились не так существенно. В результате рост цен на поездки за рубеж в марте текущего года по сравнению с февралем замедлился». Причина такого скачка роста инфляции – перенос возросших издержек производителей в цены как продовольственных, так и непродовольственных товаров. И все же специалисты Банка России говорят, что темп роста цен в марте ниже, чем в феврале. Основной же проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жестокие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени. В Рязани прошел рейд по несанкционированной торговле. Сотрудники управления проверили продавцов искусственных цветов на улице Новоселов. В преддверии Пасхи таких торговых точек стало больше. С начала апреля административно-техническая инспекция уже составила 150 протоколов за подобные правонарушения. «Непорядочным продавцам в таких ситуациях делают предупреждение или выписывают штрафы. Есть и более жесткое мировоздействие – изъятие товара», – рассказали в мэрии. Цифровые волонтеры научат рязанцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн. С 15 апреля и на протяжении двух недель они работают в пунктах приема платежей «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания». Волонтеры будут консультировать жителей Рязани по онлайн-вариантам оплаты жилищно-коммунальных услуг. На днях ребята прошли соответствующее обучение и получили сертификаты. Вот здесь какой-то сайт для Рязани области, где можно пересидеться, регистрицировать, смотреть, сколько вы расходите энергии между водой и оплачиваете это на месте. Сайт этот – rgmag.ru. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет» для бытовых клиентов. А цифровые волонтеры и расскажут, как в нем можно зарегистрироваться, почему хорошо оплачивать все через личный кабинет и как получить необходимые справки. Сегодня моя задача – помогать людям, которые хотят оплатить ЖКХ. Наш сайт, представляемый Регмэк, позволяет оплачивать онлайн и смотреть все свои задолженности. Она, как и других цифровых волонтеров, помочь разобраться в счет-квитанциях, порядке начислений и механизмах оплаты по QR-коду без регистрации в личном кабинете. А желающих хватает. Все же цифровые волонтеры работают в пунктах приема платежей РГМЭК по пяти адресам. Это улицы Татарская, Новоселов, Маяковского, Трудовая и Вокзальная. Ребята будут консультировать всех желающих до 26 апреля включительно. Глобальная задача цифровых волонтеров – помочь рязанцам освоить онлайн-сервисы. По статистике, которую собирали в клиентских офисах, большая часть взрослого населения не использует онлайн-сервисы для оплаты услуг ЖКХ. Они по старинке пользуются пунктами приема платежей и другими пунктами оплаты. Причины две. Одни потребители не доверяют интернет-платформам, а другие просто не знают, как ими пользоваться. Это ни много ни мало 68% населения. Потому задача волонтеров – рассказать людям, как пользоваться современными технологиями. Естественно, ребята прошли соответствующее обучение. Курсы организованы при поддержке Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Сам же федеральный проект «Цифровые волонтеры» реализуется при поддержке ОНО «Цифровой регион». Узнать точный адрес, где будут находиться волонтеры, можно на сайте Эргмэк или в группе «Цифровой регион» в социальных сетях. Ребята помогают всем желающим. Притом не просто рассказывают о преимуществах платформы, но и помогают зарегистрироваться на самом сайте. «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный. В этом году акция пройдет в субботу 20 апреля уже в 20-й раз. Первый «Тотальный диктант» провели в стране в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Юбилейный «Тотальный диктант» в 2024 году пройдет на шести континентах и охватит 19 часовых поясов. На территории России в акции примут участие жители 77 регионов в более чем 600 населенных пунктах. За рубежом «Тотальный диктант» пройдет в более чем 40 странах. «Тотальный диктант» проходит в Рязани с 2015 года. Партнерами акции за эти годы стали Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина, Центральная городская библиотека имени Есенина, Рязанская областная специальная библиотека для слепых, волонтеры культуры Рязанской области. Автором «Тотального диктанта-2024» стала современная российская писательница Анна Матвеева. Число площадок, на которых напишут «Тотальный диктант» в нашем регионе, приближается к 30. В Рязани будут действовать 4 площадки. РГУ имени Есенина, Центральная городская библиотека имени Есенина, библиотека для слепых и Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, которая станет главной площадкой в городе. Здесь планируется порядка 200 участников. В тот же день будет работать площадка теста «Труд». Это проект для тех, кто любит русский язык, изучает его в качестве иностранного, но не владеет им в достаточной мере, чтобы написать оригинальный текст диктанта. «Труд» объединит студентов рязанских вузов из дальнего и ближнего зарубежья. Тест включает в себя две части – познавательные задания, разработанные экспертами русского языка на основе оригинального текста «Тотального диктанта» и небольшой диктант – отрывок из того же текста. «Труд» позволяет участникам почувствовать дух и атмосферу основной акции. В 2023 году тест написали 5617 участников в 24 странах. «Труд» рассчитан на разные уровни владения русским языком. Его материалы призваны активизировать знания о культуре, истории, науке России, познакомить участников с прошлым и настоящим страны изучаемого языка. «Стать донором может каждый» – такой девиз у сотрудников регионального управления Росгвардии. Они поучаствовали в волонтерском донорстве крови. Мероприятие прошло на базе областной станции «Переливание крови». Денис Бердиков – сотрудник Росгвардии, начальник группы учета и комплектования. На сегодня он еще и донор крови. Вместе с 20 своими коллегами, сотрудниками и военнослужащими ведомства он отстоял в общей очереди, заполнил необходимые документы, прошел медосмотр. В общем, прошел рутинную, но важную для донорства процедуру. Притом, не в первый раз. Я решил стать донором крови, потому что, во-первых, считаю, что донорство – это благое дело, что сдача крови поможет, во-первых, спасти кому-то жизнь, и, во-вторых, что донорство стимулирует человека вести более здоровый образ жизни, потому что только здоровые люди могут сдавать кровь, помогать другим людям в их лечении. В акции добровольного донорства крови «От сердца к сердцу» сотрудники Росгвардии принимают участие регулярно. Сегодня мероприятие приурочено к Национальному дню донора. Мероприятие прошло на базе Рязанской станции переливания крови. Для многих росгвардейцев это уже не первый опыт. Военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно принимают участие во всероссийской акции добровольного донорства. Только с начала этого года донорами крови стали порядка 50 сотрудников Росгвардии. Они сдали больше 20 литров крови на нужды медицинских учреждений Рязанской области. В Рязанском музее путешественников поставили штампы на специальном почтовом выпуске. В торжественной церемонии приняли участие почетный полярник Михаил Малахов и следователь-путешественник Валерий Сушков. Друзья, приготовьтесь! Раз, два, три! На торжественной церемонии участники поставили штамп на почтовом выпуске «Великие русские путешественники под призмой филотуризма». Этот процесс называется гашением марки или аннулированием знака почтовой оплаты. А сегодня этот ритуал запомнится как исторический момент. Ведь на открытках новой почтовой линейки рязанские путешественники Михаил Винюков, Василий Головнин и Михаил Малахов. Неотъемлено мы, так сказать, такая же фактически синхронная часть той деятельности, которой мы и занимаемся. Это вот, так скажем, распространение знаний, образовательный процесс с точки зрения наших великих первопроходов, в первую очередь, рязанцев. На повестке встречи «Филотуризм» направление придумал исследователь-путешественник Валерий Сушков в 2020 году во время пандемии. Тогда люди были вынуждены отказаться от туризма по понятным причинам. «Филотуризм» предполагает познавательное приключение и изучение территорий через призму филателии и историю почты, рассказывает автор проекта. Мы путешествуем под призму филателии. То есть мы делаем какие-то изыскания почтовые. И благодаря историческим фактам изучения отечественной почты, зарубежной почты, мы путешествуем, в частности, по России, в том числе по всему миру. Мы сами делаем еще и марки, виньетки непочтовые, сами выпускаем конверты, открытки. Делаем это очень интересно с точки зрения исследований. Если мы поднимаемся на воздушном шаре, значит мы вспоминаем, к примеру, что такое аэростатная почта. Если мы идем на собачьих упряжках по уссурийской тайге, то мы вспоминаем, что такое почта на собачьих упряжках или там собачья почта. И так далее, и так далее, и так далее. В общей сложности за экспедицию освоено 40 маршрутов. Причем филотуристическое путешествие проходило на земле, по воде, в воздухе и даже в космосе. На практике экспедиция проходила в режиме нон-стоп, в формате земля под землей, вода под водой, воздух и даже космос. Потому что в течение месяца проходила эта экспедиция. А замкнули мы 9 сентября. Мы начали в Москве. Полетели на самолете, это была авиапочта. А завершили мы космической почтой в Русском географическом обществе, Обществе изучения Приморского краевого отделения в городе Владивостоке. И провели сеанс радиосвязи с космонавтами, которые мимо нас проплывали. Высота была 419-420 километров. И мы замкнули таким образом космической почтой. Цель проекта «Великие путешественники под призмой филотуризма» – это возрождение традиций русских путешественников в исследованиях и открытиях, а также пропаганда туризма и почтового дела, которые вносят вклад в экономику России и помогают укрепить связи между народами разных стран. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова